Володя Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, святейший патриарх московский и всея Руси Кирилл. Именно тогда прозвучали его пророческие слова «Любовью и единением спасемся». И этот призыв, наполненный непоколебимой верой, послужил объединению русских земель, навсегда вошел в душу нашего народа, в нашу историческую память. Масштаб и влияние личности преподобного Сергия отразились не на одно поколение, не на одной эпохе. Он стал вдохновителем патриотического, национального, нравственного подъема. Содействовало укреплению православной церкви и строительству монастырей, которые были не только духовными центрами, но и настоящими крепостями, стражами России. Среди них особая роль принадлежит Троице Сергиевой Лавре. Она по праву считается православной твердыней, чистым истоком веры и сокровищницей общенациональной культуры. Как сочетать заповедь преподобного Сергия о том, что только единением, единомыслием и любовью спасемся с тем, что предлагает современное общество, которое настаивает на необходимости присутствия разных точек зрения. И ведь вот что удивительно, то, над чем сегодня бьется современный человек, как примирить единство и противоречие, давно было решено и нашло свое мирное разрешение в истории церкви. Еще в далеком третьем веке Викентий Левицкий, великий отец церкви, говорил «В главном — единство, во второстепенном — свобода, во всем — любовь». Вот именно такое единомыслие и предлагал преподобный Сергий своему народу. И мы знаем, что так оно и произошло. И когда во второстепенном мы свободно определяем свой выбор, но в главном подчиняем себя той идее, которая объединяет всех, это и обеспечивает гармонию человеческой жизни и жизнеспособность общества. А что же сегодня для нас является главным? Народ наш, отечество наше, историческая Русь. Это самое главное, что мы должны сберечь и передать следующим поколениям. И вот во всем этом мы должны быть единомысленны. Тот самый консенсус, который сегодня присутствует в нашем обществе. Очень важно, чтобы руководитель страны умел формулировать те общие мысли и идеи, которые и объединяют людей. Дай Бог, чтобы Россию сегодня поняли те, кто еще ее не понимает. Дай Бог, чтобы все поняли, что от России не исходит ни военной опасности, никаких других опасностей для людей. Единением и любовью спасемся мы обращаем этот призыв преподобного Сергия ко всему русскому миру и не только, ко всему миру и ко всему роду человеческому. И дай Бог, чтобы отечество наше оставалось способным осуществлять этот завет великого святого земли русской. Я еще раз сердечно поздравляю вас, Владимир Владимирович. Приношу вам сердечную благодарность за участие в этом торжестве. Мы понимаем, что после полета через половину земного шара не так просто делать то, что вы делаете. В свое время я когда-то имел такой опыт и знаю, как это трудно. Пусть Господь укрепляет вас и физически, и духовно. А отечество наше хранит в мире любви и единомыслия. И когда я говорю отечество, имею в виду всю историческую Русь и верю, что милостью Божию преодолею все междоусобные брания, и всякое нестроение на просторах исторической Руси. С праздником поздравляю вас! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok